Здравствуйте, дорогие телезрители! В нашем цикле передач Музея Денцовского городского округа мы продолжаем знакомиться с экспонатами Звенигородского историко-архитектурного художественного музея. И расскажет нам об этих экспонатах Ольга Владимировна Желудкова, заведующая экскурсионно-просвидетельским отделом. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте! Мы находимся с вами на одной из выставок Звенигородского музея, которая называется «Покой боярни». И сегодня мы путешествуем по залу с названием «Светлица». Это самое светлое должно было быть помещение в древнерусском доме, где большую часть своего времени проводили девушки. Девушки посвящали много времени рукоделию, готовили как приданное, так и предметы для храмов, вышивали дорогими на дорогих тканях золотом и серебром. И здесь в нашей «Светлице» представлена современная работа именно золотого шитья. Это работа художника-реставратора Звенигородского музея Натальи Бабушкиной, которая смогла воссоздать и воспроизвести техники древнерусского шитья. То есть в наше время тоже еще есть такие мастерицы. Да, и это возможно, если уметь читать изнанки древних экспонатов. Древние экспонаты, именно фрагменты с золотым шитьем, здесь в этом зале, в «Светлице» на выставке «Покой боярни» тоже можно увидеть. Здесь как просто фрагменты одежд с золотом, так и готовые предметы, например, женские или девичьи головные уборы, которые представлены в витрине. Кстати, девичий головной убор от женского отличался. Чем? Девушка носила одну косу и девичью повязку, а накануне венчания ей косы расплетали надвое, скручивали венцом вокруг головы и меняли девичий головной убор на женский, чтобы не ходить простволосой. А простволосица, опозорица, это синонимы в то время, и это известное выражение. Замужние женщины открытой головы, открытых волос не показывали. А также в витрине мы можем увидеть с вами украшения 17 века. Это серьги, как и по сей день, а еще пуговицы. В 17 веке пуговицы не служили в одежде предметом для того, чтобы скреплять, застегивать. Они служили украшением. Русская традиционная одежда, во-первых, многослойная, во-вторых, первое нижнее платье цельнокройное, то есть через голову, второе распашное. Застегивать тогда, в принципе, не особо было что-то нужно, а вот такие большие пуговицы, как в нашей витрине, это были дорогие украшения, потому что они были из золота или серебра. Вот такой наряд можно было увидеть на девушке и оценить его богатство. И, наверное, многослойность влияет, опять же, на статусность женщины? Больше не даже не многослойность, а вид верхних одежд. Когда верхний кафтан женский, ну, верхняя часть одежды с длинными рукавами, это могло свидетельствовать о том, что девушка из знатного рода, потому что работать, как известно, с длинными рукавами или спустя рукава просто невозможно. Потому что, если даже и нужно было, могли сзади подвязать, но в целом это такой праздничный наряд, который символизирует и говорит о положении. То есть длинные рукава, значит, можно не работать, невозможно работать, соответственно, есть кому работать, да, скажем так. То есть женщина из богатой семьи. Да. А украшения из чего делали, кроме золота и серебра? Возможно, были какие-то сплавы, но что касается, допустим, тех же золотых нитей, то тянули золотую проволоку, которую могли накручивать, либо свивать с винной, либо шелковой ниткой. Это что касается этого золота. Ну, а больше, конечно, еще и камни, всевозможные камни, которыми украшали венцы, например, да, либо также могли нашить камни на зарукаве, речной жемчуг использовали. Еще украшений любили, украшений было много. Ведь известно, что Ефимия Всеволожская, это синенкая красавица из города Касимова, которую выбрал на первых смотринах в жены Алексея Михайловича Романова, была испорчена тем, что на нее надели огромное количество украшений и сильно перетянули волосы. Не ее хотели царю в жены. То есть специально. Да, и вот эти украшения сыграли злую шутку, потому что опустив голову с тяжелым венцом, и пишут, что есть такая версия, что до 4 килограмм, то есть у нее было на голове всевозможных камней и сам венец. Она просто эту голову поднять не смогла. Сделалось это, и нужно было сделать при боярах, отвесить царю глубокий поклон. Тут же обвинили, она больна. И она больной, конечно же, раз она упала, царь жениться не мог. А прочие левжены царю, одной из сестер Милославских, это известная история о синенкой красавице из города Касимова, описана она даже в художественной литературе. Ну, приходите к нам в музей, мы подробно расскажем эту историю, и, конечно же, мы поделимся с вами рассказом о том, а как же выглядели русские красавицы. Ведь не случайно мы встречаем выражение красавица писаная, расписная, или девушка дородная. Все эти слова имеют прямые объяснения. И, забегая вперед, скажу, что худая – это ругательное слово для 17 века. Означает, что худая, больная, здоровых детей она никогда не родит. Медицина была практически не развита, поэтому это выражение как раз-таки говорило о том, что до идеала красоты девушке очень далеко. Девушка должна быть полной, то есть изнеженной, бледной красоты на Руси не любили. И чтобы как раз-таки дойти до того момента, когда тебя переплетут и оденут уже женские головные уборы, нужно стараться, стремиться, предстать на смотринах, возможно, если девушка из высшего знатного круга. И тогда выберут, и тогда вручат платок и кольцо. Это символ руки и сердца. Ведь в 17 веке от воли жениха и невесты мало что зависело. Сговор в основном совершали родители. И мужчина официально до свадьбы женщину видел один раз. Это как раз происходило на смотринах, где нужно было предстать во всей красе. Ну, если ярко нарисовать образ русской красавицы, то, наверное, девушка больше будет похожа на главную героиню экранизированной русской сказки Морозко. Морфушенька, душенька. Да, обильно раскрашивая лица. Расписная должна быть красавица. Полыхать здоровьем. Ну и, конечно, она должна быть еще и ткаха и пряха. Она должна быть трудолюбива. Полной. Это тоже. Да, ну да. Ну, то есть диеты, получается, они вот не сейчас прям появились, только тогда они были наоборот. Вот. Девушку могли действительно побольше покормить, чтобы она обрела тело и чтобы, смотрина, казалась такой уж, как и должна быть. Идеальной красавице. Любой юбок побольше, да, чтобы казаться полной. Ну, неужели никакого права голоса не имели ни жених, ни невеста при выборе друг друга? Ну, вы знаете, это традиция и правила. Конечно, лица из высшего круга эти правила официально должны были соблюдать. Как было в семье, сказать сложно, но мы не можем утверждать, что все были глубоко несчастны, да, в 17 веке, вот так вот смиренно. Я думаю, что к мнению молодых все равно в семье прислушивались. Но было не исключено, что за счет молодых, вот из-за этой традиции, могли просто улучшить семейное положение. Вот как было, например, с семьей Милославского. Илья Милославский, обедневший боярин, которого как раз Борис Иванович Морозов-то и выбрал. У него было одно богатство – здоровая и красивая дочерь. А Морозов задумал с царем тогда породниться. Ему нужно было жениться на сестрах. Вот такой он себе придумал ход. И да, вот здесь, получается, можно просмотреть два варианта развития событий. Мария Ильинична Милославская, которую в конечном итоге выбрал царь, прожила с царем, как пишут, счастливо. Он очень трепетно к ней относился. Она младше, женился Борис Иванович. Вот здесь был брак бездетный, брак был неравный. Ему было 58 лет. На тот момент ей не было 20. И он очень ревновал молодую жену. И как судить? То есть, получается, истерпиться-слюпиться такой вариант был возможен. И в том же время могло быть иначе. Но 17 век, век правления Алексея Михайловича, мы уже не можем воспринимать как чисто домостройские традиции. Все-таки домострой мы не забываем. Написан в 16 веке при Иване Грозном, глава отца Сильвестра. В 17 веке постепенно от этих традиций уходит. Пример там у царевны Софьи, которая была очень образована. До Петровской Руси при домострое девушек грамоте не учили, образование не давали. Также Наталья Кирилловна Рыжкина, которая на 20 лет царя моложе, вторая его жена, и которая с ним ездит на охоту. А вот Мария Ильинична Милославская из простого народа практически вообще никто никогда не видел. То есть постепенно все меняется, и время ближится уже к Петровским реформам. Здесь же у нас в музее можно подробно познакомиться с историей быта 17 века, и не только в обзорных экскурсиях, но и в рамках театрализованных программ, которые мы проводим. Программы рассчитаны на разные возрастные категории, и взрослым будет интересно, и подросткам, детям. То есть это уже с нарядами, да? Конечно. Здесь на выставке «Покоя Боярани» наших экскурсантов встречает ведущая в костюме Боярани. Например, масленичная программа, которую мы тоже ведем, проводится в числе двух Боярани, то есть двое ведущих в диалоге общаются с посетителями. И, конечно, атмосфера уже синей, она создана. И очень просто принять те роли, которые иногда распределяются среди участников, и на себе почувствовать, как же жили наши предки. И эта программа считаем мы интерактивной, но интерактив больше заключается в диалоге, либо выполнении каких-то минимальных движений на нашей площади. Небольшие, да, хороводов мы здесь не водим, но от этого не менее интересно. Мы используем кукольный театр, кукол ручных, особенно в детских программах. Есть у нас программа для семейных групп, которая интересна и взрослым, и детям. Это программа об обучении и образовании детей на Руси, которая называется «Как детей учить и страхом спасать». Это цитата из «Домострой». Действительно, тогда домочадцев учили страху Божьему. И дети знакомятся с традициями, и чувствуют разницу. А самое главное, чему они учатся, это как уважать своих родителей, чтить их возраст и далее заботиться о них, так же, как на данный момент родители заботятся о детях. Такие программы подходят школьным группам, когда с учителями приезжают, либо семейным в составе своих друзей и семьи. То есть у вас здесь есть чем заняться, чему научиться, узнать много-много нового. И мы, конечно же, всех приглашаем посетить Звенигородский музей. И просто можно прогуляться по территории, потому что ваш музей находится в очень красивом, живописном месте на территории Савина-Старожевского монастыря. Мы всех приглашаем, сотрудники радушно ждут, расскажут обо всех экспонатах. Спасибо вам, Ольга Владимировна, огромное. Да, мы будем рады видеть. Добраться до нас очень просто. До города Звенигорода ходит электропоезд из Москвы, который в Денцово останавливается, и других по пути в населенных пунктах. И прямо от станции Звенигород автобус довезет вас до остановки монастыря. А здесь уже заблудиться сложно, прямо на входе кассы музея, откуда можно и начать свое путешествие. Мы еще раз приглашаем всех желающих посетить Звенигородский музей. А мы увидимся с вами в следующих передачах на ОТВ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok